Ну и раз я буду расселять своих новых питомцев, как раз покажу, расскажу, что для них требуется. Вот это вот контейнер пады у блефарчика на 15 литров. Такого им вполне хватает для нормальной жизнедеятельности. Их можно приобретать как прозрачных, так и полупрозрачных. Значит, соответственно, с одной стороны дырочки делаются снизу, отверстие сверху, во второй стороне, для лучшей вентиляции. То есть ничего тут такого сложного, даже ребенок справится. Значит, обязательно понадобится термоковрик. Какой приобретете? Ну вот у меня из стареньких 5-ваттник есть, из новых я вот 7-ваттников накупила. Ну почему 7-ваттники? Чтобы сразу два, допустим, контейнера ставить на один термоковрик. Здесь под один только контейнер. Если питомец один, хватит и такого. Он располагается в одном углу, вот снаружи, под контейнером. Все, тут ничего сложного. Самое главное не ставить сверху важную камеру. Она должна стоять в холодном углу. Иначе вода будет испаряться с сумасшедшей скоростью. Блефары ночные животные. Поэтому дополнительных каких-то световых устройств вам, не дай бог, ультрафиолет включите. Это все им не нужно. Даже необходимо беречь от попадания прямых солнечных лучей. Сильно долго на окно ставить не нужно. Может животное пострадать. То есть животное ночное. Лампы покупать не надо. Что нужно как в обязательном порядке, так это влажная камера. Делается из любого подходящего контейнера. Внутри влажная салфеточка. Ставится в определенный угол. Там, где, собственно, не будет у вас термоковрик. Под низом. Понятное дело, не забываем про воду. Ставится водичка обязательно. В уголочке. Ну, я пока тут ставлю. А потом все это может еще переместиться. Ну и малышам я потом еще подобавляю. Ставятся небольшие емкости, в которых досыпается подкормочка кальциевая. В принципе, все готово. И малышка может отправиться в свое новое жилище. Еще раз покажу козявочку-малявочку. Вот такая нарядная мадам. Такая вот красавица. Очень интересная. То есть я давно хотела такой окрас. И, наконец, вот невеста Марти, блондинка.